Табличка на здании появилась в выходные, сразу после того, как в СМИ вышли материалы о вступившем силу решения областного суда. Он оставил решение советского районного без изменения, постановил закрыть здание бывшего детского мира и устранить нарушение правил пожарной безопасности в 20-дневный срок. Второй этаж действительно закрыли, организации здесь прекратили свою работу, однако на первом этаже жизнь кипит. Нам сказало руководство, до 20-го числа нам отсюда выехать, мы в курсе, все знаем. Правда, по словам продавцов, информацию сообщили только в воскресенье вечером. Все выходные люди работали в штатном режиме. Причины собственник не назвал. Сейчас часть арендаторов съехали, другие пакуют вещи. Есть и те, кто выходят к покупателям по звонку на мобильный. Тем не менее, людей ситуация не смущает. За полчаса сюда заглянули более 15 покупателей. А что страшно-то? Вдруг сработает, вдруг что-нибудь загорится. Первый этаж убежим. У людей ностальгия. Они приходят и спрашивают, ой, а где детский мир? А вот мы помним, как детский мир был, а мы помним то, мы помним все. А одно, что мы можем сказать, мы ничего сказать не можем по этому поводу. Сейчас в детский мир ходить уже остатки остались. Так иногда захожу посмотреть внучку какие-то подарочки, что-то себе иногда. А так все уже как-то закрылось. Согласно решению суда, здание должно быть закрыто и откроется только после устранения нарушений требований пожарной безопасности. По истечении срока для добровольного исполнения требований будет в прокурату района проведена повторная проверка на предмет того, исправлено ли указано нарушение, либо же нет. Если нарушение или одно из них какое-то будет неисправлено, то в советском районном суде прокуратура возьмет исполнительный лист и направит его уже в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Новую проверку планируют провести в конце ноября, 27 или 28 числа. Возобновить ли работу бывший детский мир зависит только от действий собственника. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».